Хорошо, значит, мы продолжим. Я напомню то, на чем мы остановились. Значит, у нас была история с тремя случаями, когда человек пытается посвятить себе женщину, ликадеш, с помощью каких-то предметов, которые вроде бы стоят меньше, чем прута. Это финик, это какая-то ком каких-то тряпочек или что-то в этом роде и камушек, мрамор, кусочек мрамора. Ну, такие, видимо, мягкие, твердые и съедобные, так можно их назвать. Все это меньше пруты. И на самом деле то, что появляется как бы вот в этом фрагментике у нас, это то, что я в прошлый раз условно назвал негативной стороной кедуши. Позитивная сторона. Вот женщина, макудешит, она посвящена мужчине, а негативная сторона состоит в том, что она запрещена кому-то другому. И поэтому возникает в вопросе про кедушин возникает два вопроса. Во-первых, замужем ли она, а во-вторых, запрещена она кому-то другому или нет. Можно сказать, что это одно и то же, но это не совсем одно и то же. Одно – это позитивное, замужем, а другое – это негативное. Нельзя, нельзя выходить за кого-то другого. И появляется вот эта негативная сторона в формуле, которая вводится словом хайшином. То есть мы сомневаемся, закладываемся на то, что вдруг, хоть и не было здесь пруты, все-таки она где-то стоит, эту пруту, и может быть она макудешит. У меня по-прежнему есть собственное подозрение относительно того, что с точки зрения Дома Гилеля, вообще-то говоря, любая вещь, возможно, может служить кедушин. Но тем не менее, мы видим, что Талмут все-таки настаивает на вот этом самом уровне, уровне того, что передают женщины, как Шивопрута. Ну и наш этот фрагментик, он развивался каким образом? Там появилась, в случае с камушком появилась мать невесты потенциальной, которая заявила о том, что на самом деле в тот день, когда он ее посвящал, действительно этот камушек стоил больше, чем прута. Ну, правда, это что-то где-то есть свидетели по поводу этого дня, но они как-то где-то далеко. В качестве того, что такой аргумент матери не годится, нам привели историю с женой Рава Хи, которая хотела от него избавиться и тоже привела свою маму, которая сообщила, что когда-то, когда она была маленькая, отец ее принял кедушин от кого-то другого, но Рав Хи не принял этот аргумент и не дал ей гет, не развелся с ней. Эти случаи, конечно, разные, но, тем не менее, Талмуд формулирует отказ принять аргумент матери похожим образом, что не в твоих силах запретить ее мне. То есть ты запретить ее мне не можешь. Там говорится о том, что ты не можешь ее запретить другому из-за того, что есть какие-то свидетели про камушек где-то далеко. Нет, может быть, про свидетелей можно отдельно сказать. Сначала, до свидетелей. Просто ты не можешь запретить, потому что это было когда-то. Ну, мы в прошлом раз говорили о том, что можно каким-то образом, наверное, осмыслить. В прошлый раз мы об этом не говорили. Что, собственно говоря, что за тематика расподнимается, как ее можно попробовать осмыслить, в том числе на метафорическом уровне. То есть здесь вот эта обратная сторона женитьбы, она, возможно, связана с чем? То есть с негативной стороны. Она связана на уровне метафорическом с тем, что происходит с народом Израиля. Когда вот Израиль, согласно пророкам, постоянно блудит. Ну, вот этот блуд, он может быть разным. Он может квалифицироваться как блуд замужней женщины, как блуд незамужней женщины, еще незамужней женщины. Кроме всего прочего, как мы уже сказали, сам брак с, так сказать, Всевышним на самом деле является возобновляющимся актом, а не актом каким-то одноразовым. И поэтому вопрос относительно того, запрещена она кому-то другому или не запрещена она кому-то другому, в зависимости от того, что там произошло. То есть это, в общем, как бы вот такой вопрос, который здесь может задаваться. Причем в разных аспектах. То есть является ли народ Израиля, так сказать, просто блудящей женщиной, или, например, он является замужней женщиной, которая совершает более тяжкое преступление. Возможно, это связано, например, вот с этой темой. То есть, по крайней мере, это то, что может прийти в голову. И вот эти разные ситуации, а именно с камушком мама сказала что-то, но с камушком он, в общем, недавнее прошлое. И попытка этой самой иудит освободиться от замужества. И попытка освободиться от замужества – это апелляция к какому-то далекому прошлому. И в этом различии, конечно, там окна это ничего не говорит. Могу сказать, ну, смотри, разница здесь вообще, так говоря, большая. То есть здесь женщина уже живет с мужем, у нее уже есть дети, судя по всему, раз она страдала как раз при родах. И этих детей она делает мамзерами, по сути, объявляя, что на самом деле она была замужней, он должен ей дать дет. Но дети-то будут незаконнорождены. И тогда получается, что она в течение долгого времени с этим раванхи жила не по закону. А в случае с камушком там ситуация более безобидная. То есть, по сути дела, она еще вроде бы ни за кого не вышла. Просто мама жениха говорит о том, что она замужна, ей запрещено куда-то еще искать нового жениха. Ей запрещено искать. Или если вдруг придет какой-то претендент. То есть она является замужней. Или, по крайней мере, нужно заложиться на это. Опасаться того, что она замужняя. И если она примет посвящение от кого-то другого, то это будет, собственно говоря, незаконно. Поэтому эти два случая, они, конечно, разные. Но Талмуд как бы на это не обращает внимания, обращает внимание на вот этих самых свидетелей. Потому что мама с камушком говорит еще о том, что у меня есть свидетели. И тем не менее, это не принимается, потому что свидетелей, их нет здесь и сейчас. И на это приводится другой случай. Другой аргумент. Это аргумент Рава Ханины, который говорит о том, что девушка, которая была в плену, и она говорит, что я была в плену, сама говорит, мы ничего не знаем про это, она говорит, что я была в плену, и я чиста. Ей доверяют согласно закону, что она могла, собственно говоря, ничего не сообщать, что она была в плену. И она как бы не возникло бы вопросов. То есть она себя как бы оговорила, она же сама себя и обелила. И такого рода аргумент ее принимается. На это есть возражение, что вот где-то там на севере есть свидетели, что она была пленена. Если есть свидетели, что она была пленена, то тогда первая часть ее сообщения, что она была в плену, она не является как бы аргументом, чтобы принять вторую часть. Почему? Потому что есть свидетели. Если есть свидетели, то это не она призналась, а это факт, который могут утвердить свидетели. Ну и довольно странно говорится, что тем не менее Рафхизда говорит, что эти свидетели очень далеко, на севере, там, где северный ветер какой-то, Гамлета немного напоминает, северный ветер, значит, гуляет там, где эти свидетели, поэтому мы не будем ее запрещать. И, значит, с ней как бы все в порядке. Но на это есть возражение, что это тоже совсем разные случаи. То есть одно дело, что девушку запретить или не запретить, это как бы меньшее зло здесь, может быть. А если разрешить той девушке, которая за камушек согласилась на принятие души, на камушек не стоил пруты, а оказывается в тот день, может быть, стоил, тогда, по сути, мы порождаем незаконно рожденных. Она может быть замуж за другого и, значит, родить незаконно рожденного ребенка. Ну, дальше нам сказали, что этот аргумент нет. Здесь просто можно подумать вот об этом аргументе, аргументе этой девушки, которая говорит, я была в плену, но я чиста. К чему здесь, собственно говоря, приводится эта история. И какие-то далекие-далекие свидетели где-то далеко на севере, которые могли бы, может быть, это засвидетельствовать, но их свидетельства мы в расчет не принимаем. Ну, то же самое можно сказать, да, то же самое можно сказать и про отношения народа Израиля и его отношения перед Богом, где народ Израиля может каким-то образом оправдаться. Здесь можно сказать, что это странная история, потому что как бы перед Богом что оправдывается, он же, по идее, должен знать все. Но тем не менее, да, тем не менее есть такой вот своеобразный закон относительно того, что очерняя себя мы же себя и обеляем, да. Мы подобного рода ритуалы знаем, да, что мы вот такие, сякие и эдакие и так далее, но именно в силу того, что мы признаем это, прости нас и так далее, это не совсем то же самое, но тем не менее здесь есть вот этот самый элемент, элемент того, того, что некое признание позволяет определенным образом себя очистить, и это очищение, в общем-то, это не очищение, а греха, да, то есть мы и доверяем, то есть это доверие определенное, доверие тому, кто умеет сообщить о себе, в том числе непреклянные вещи. Ну, это то, что было в прошлый раз, да, я просто вернулся к этому, поскольку мы это толком не обсудили, теперь у нас эта картинка вроде бы должна быть более ясной, и продолжение Талмуда, оно, в общем, не совсем об этом, можно сказать, что вот эта судья, судья про хашаш, то есть про вот эту самую негативную сторону, когда мы пытаемся определить не столько замужем она или нет, сколько можно ли ей выйти замуж за другого, не запрещена ли она всему остальному миру. Ну, мы вот здесь остановились. Вот. Гагу гавра. Гагу гавра де акдиш бишитута де аса бишука. Шлаха рав аха баргуна лекамы де равйосиф. Кегай гавна май. Вот некий человек, который на рынке пытался посвятить себе женщину с помощью веточки Адаса, Мирта. Ну, предполагается, что она меньше пруты стоит, эта веточка. И рафаха баржа афуна, значит, Рабу Иосиф посылает вопрос вот в этом случае, что делать? То есть, по сути дела, можно сказать, что это четвертый случай, да, у нас была финик, был камушек, был это, здесь опять то же самое, и вроде бы можно было бы ожидать, что сейчас вопрос снова пойдет вот об этом негативной стороне кедушин. Но нет, речь заходит о другом. Шлахли нагды и кераф в ицтри гита кишмуэль. Он ему отвечает, он говорит, что его нужно наказать дарами, то есть, побить, и нужно обязать его выдать ей гетто. На самом деле, в этой истории неожиданно дается ответ, то есть, почему же мы вот этого, который с финиками, с камушками и так далее, значит, получается, что их то же самое. То есть, это скорее теперь попытка избавиться вот от этой негативной стороны. То есть, как можно избавиться от негативной стороны? Если у меня есть сомнения, есть тут кедушин или нет кедушин. Сомнения в позитивном смысле, да, мы могли бы сказать, ну, значит, она не жена его. Но в негативном смысле, а вдруг все-таки она по закону является его женой, тогда получается, что все последующие ее действия выходят замуж с другого, и все приводит к незаконно рожденным детям. Ну, вот, по сути дела, нам сейчас дается ответ, как можно решить этот вопрос. Вот так. Этого наказать, меньше пруты, он пытался ее, значит, посвятить себе, чтобы другим неповадно было. А кроме всего прочего, на всякий случай он выписывает ей гет. То есть, вдруг, если это веточка, значит, где-то там стоит все-таки пруту, то на всякий случай мы берем у него гет, и тогда, собственно говоря, ситуация разрешается, да, то есть, нет всех этих сомнений. Если есть гет, то она может спокойно выходить замуж с другого, несмотря на то, что, возможно, вот этот кедушин был и несостоятельным. Но на всякий случай дается гет. Так можно решить. То есть, этот четвертый случай, он предлагает еще и решение. Идальштам говорится, нам неожиданно перечисляется, ну, как неожиданно, я, по-моему, опять же, обычно, да, то есть, сказали, что ты вот делай как Раф и Шмуль, Раф и Шмуль, кстати говоря, да, это такая пара, пара Амараев, которые между собой всегда что-то спорят, да, такая пара есть, Абай и Раф и Шмуль, они всегда спорят между собой, а здесь мы видим, что их мнения объединяются, то есть, Шмуль, наверное, говорил, нужно, чтобы он выдал гет, а этот, говорит, что нужно его побить, чтобы другим неповадно был, здесь объединили их мнение, и вот, с этим человеком, который таким образом попытался, значит, посвятить себя женщине, с ним поступает вот так вот, довольно жестко, ну, а теперь нам приводятся случаи, когда Раф наказывал ударами, ну, или приговаривал, к тому, чтобы оказали ударами, ударами, это имеется в виду 39 ударов палками, непростое, непростое такое наказание, довольно жестокое, и за что же, собственно говоря, Раф наказывал, он наказывал за разные вещи, он наказывал, и нам приводится этот список, ну, например, он наказывал того, кто посвящает женщину на рынке, грашу добавляет, или на улицах города, даже если это делает при помощи денег, или того, кто ее посвящает с помощью полового акта, то есть мы находимся на уровне Амараев сейчас, это Раф своим, да, Зелонский Амарай, который, значит, своим авторитетом, по сути дела, один из способов кедушин эллиминирует, он говорит, нет, нельзя, в каком акте нельзя, то есть тот, кто пытается посвятить женщину с помощью полового акта, значит, его нужно побить палкой, отдельный вопрос, а, собственно говоря, акт состоялся, или нет, то есть это уже мужа бьют, если человек совершил все-таки акт и хотел женщину себе посвятить, посвятил он или не посвятил, или его тоже, так же, как и с предыдущим, заставляют выдать ей гет, то есть он считается как бы мужем, но должен с ней развестись, неизвестно, то есть Листалмут нам ничего не говорит, но довольно странно лупить мужа за то, что он, значит, привел себе жену по тому способу, одному из путей, из трех путей, которые в Мишне заявлялись, видите, а Раф говорит, нет, надо его побить, в Альдаме Кадыш было шедухи, того, кто посвящает без предварительного разговора, здесь предварительный разговор, так перевели слово шедухи, вы, наверное, знаете, что такое шедух, шедух это, собственно говоря, сведение жениха и невесты, может быть, для разговора, может быть, родители, там и так далее, в общем, какая-то договоренность, шедух это некая предварительная договоренность о том, что мы вступаем в брак, он появился у нас впервые, правда, то есть, получается, что, в принципе, Раф или он сам, или, может быть, кто-то из его учителей провели довольно серьезную, так сказать, реформу, вообще, всей брачной системы, Мишна говорит, три способа, деньги, документы, половой акт, они говорят, нет, половой акт не годится, вводим еще шедух, предварительный разговор, потому что, если был предварительный разговор, то многие из вопросов, которые Талмуд задавал до этого, они отпадают, потому что согласилась она, не согласилась она, так, всяк, это, то, все, молчит, не молчит, в общем, еще будет такого рода рассуждение, но если есть вот этот самый предварительный разговор, то это, конечно, облегчает саму ситуацию, а вы помните, у нас говорилось в каком контексте, смотря о чем они говорили, говорили об одном, помните, там, она ему говорит, кинь мне финик нас с деревом, говорит, а, я тебе кину, ну, так будь мне женой, кстати, там никто не задавался вопросом, этот финик стоит пруту или не стоит пруту, ну, то есть, прямо перед нами вот такая реформа, это то, что касается кедушин, но поскольку уже приводится список этих самых действий рава, значит, вот этих его газирот или токанот, то есть, установлений, за которые человека побивают то приводит, значит, еще целый ряд таких постановлений, которые уже не касаются кедушин, касаются других вещей, но можно обратить внимание на то, как Раша комментирует вот то, что без предварительного разговора и с помощью полового акта и на рынке женщину посвящают. Причина наказания в том, что эти действия указывают на распущенность. Раша пишет «притсуд», то есть, что это какое-то распущенное поведение, то есть, вот, амарайи считают, что так вести себя нельзя на рынке, вдруг ни стало ни сего. Понятно, что все те истории, которые мы до этого видели, да, там, не знаю, бежит, помните, от собаки, там девушка убегает, да, будь мне женой, если я там, типа, эту собаку попридержу. Такого рода получаются все эти самые, ну, как бы, большая часть того, что было в том, не сказано до этого, но как бы, отменяется вот этим всеми, то есть, этими тремя, по сути, постановлениями, да, нельзя этого делать на улице, ну, на рынке, на улице, нельзя этого делать с помощью полового акта и нельзя посвящать без предварительного разговора. Ну, ну, давайте дочитаем остальные, да, то есть, остальные касаются уже гетто, тот, кто отменяет гет, его тоже приговорят к ударам, к ударам, вот таким, сорок ударов, тридцать девять ударов, что имеется в виду, что он послал гет через посланца, а после этого отменил, передумал, да, то есть, он все уже не написал, все, я с тобой развожусь, послал гет с посланцем, а потом передумал, но посланиста у нас смс еще нету, да, то есть, я не могу смсилизаться, он приносит ей гет, она думает, что она разведенная, а он отменил этот гет, значит, этот гет недействительный, она может выйти из-за другого, и опять у нас проблема с незаконнорожденным детьми, которая, собственно, вот у нас появилась здесь, как такая очень серьезная, что ли, проблема, да, важная, негативная сторона Кедушин, ну, а здесь это замужество негативная сторона, потому что он пытается развестись, на самом деле не разводится, и тогда то же самое, да, то есть, здесь симметрия определенная, есть Кедушин, который имеет положительную, отрицательную сторону, и точно так же и развод тоже имеет положительную сторону и отрицательную сторону, То есть если разведена, то все нормально. А если у нас есть какие-то сомнения, она, значит, еще остается замужем, и тогда она запрещена другим. Или того, кто передает сообщение о Гетте. Что заставляет его дать жене Гетт? Почему? Потому что он о Гетте сообщил. То есть он может сообщить, несмотря на то, что он выдал Гетт, он может сообщить о том, что это не действительно Гетт, но этот слух, который он сообщает, это его сообщение может дойти, может не дойти. И поэтому его тоже Раф наказывает 39 ударами. То есть, по сути дела, он приводит в порядок Раф 5G. Здесь именно про Раф идет речь. Может быть, кто-то из его учителей, мы не видим более ранних Танаев, да нет ссылки на источники Танаев. Он как бы наводит порядок и в Кедушин, и в Герушин. То есть и в замужестве, и в разводе. Дальше уже не связано с этим. Тот, кто каким-то образом оставляет неприятности посланцам Трецов, что имеется в виду, очень понятно, да, ну, аж бьет посланца, который вызывает его в суд. Вот, ну, эмоционально можно понять, да, пришел к человеку с повесткой, он, значит, на него набросился. Ну, на самом деле, это как бы дополнение. Может так, может не так. В любом случае, этот посланец мудрецов, может быть, кем угодно, не обязательно вызывать в суд. Но, значит, за посланца Рав тоже горой. И если посланца мудрецов обижают, то такого человека тоже наказывают. И тот, на ком уже 30 дней отлучения, не дуй, да, то есть тот, кто был подвержен не дую, не дуй это отлучение, да, отлучение действительно 30 дней. Как здесь сказано в самом Талмуде. И вот этого самого отлученного на 30 дней побивают. За что его побивают? Опять же, Раша добавляет, что он не идет к судьям просить отмены отлучения. То есть не исправляется. Ну, опять же, в Талмуде так не сказано. Просто сказано, что, значит, его убьют. За что его убьют, непонятно, мы уже же его отключили, да. Ну, вот Раш за неимение лучшего говорит о том, что, по-видимому, убьют его за то, что он не идет просить прощения. Но это отдельный разговор. Должен ли он просить прощения под законом или нет? Опять же, возможно, что это некое дополнение. Потому что, вообще-то, говорят, тот, кто подвергается не дую, по как-то первоначальному источникам мешны. Вроде бы там не сформулирован закон, что он должен обязательно идти просить прощения. Что за отлучение, спрашивает Женя? Отлучение – это если человек ведет себя, совершает какие-то нехорошие поступки. Ну, например, нарушает субботу. Сегодня нельзя нарушающую субботу подвергнуть каким-то наказаниям. Можно его отлучить. Это я просто вспоминаю про спинозу. Спинозу никто не бил. Подвергать наказаниям уже не получалось. Но зато его отлучили. Это, правда, более сильное. Хэром не дой – это временное отлучение. Хэром – более серьезное отлучение. Есть разные виды отлучений человека, который ведет себя неподобающим образом, и наказание. Значит, нет звука. У всех нет звука или только у любых? Есть звук? Все слышно? Вот, есть, оказывается, звук. Значит, любая, это нет звука. Написать не могу. Ну, хорошо. Значит, это еще одно, да. Не очень понятно, за что его бьют. Ну, давайте, значит, как бы, примем комментарий Раши, предположим, что Раф еще и установил, что человек, который подвержен отключению, должен прийти и просить прощения, если вам этого не делать, в течение 30 дней, на которые он отключен, то его тоже подвергают побиению ударами, палками, да. И еще одна странная вещь. Аль-Хатнадыдаир бей-Хамуан. А также зятя, который живет в доме родителей своей жены. Это очень странная история, да. Но, опять же, делать нечего, да. Как бы Раши, что я могу еще сказать. Он говорит, что может привести его и тещу преступной близости. Я бы предполагал, что поскольку он Хатан, да. Что такое Хатан? Хатан – это человек, который пока еще не муж. Если он пока еще не муж, значит, был Русин. Мы говорили, да, есть Русин, есть Кедушин. Русин, значит, она помолвлена, и она живет в доме своего отца. А через год примерно, или через какое-то время, довольно продолжительное, да, они, значит, совершают обряд Кедушин, хупа там и так далее. И она переходит в дом, в дом своего мужа. Здесь ведь не сказано, что он муж. Сказано Хатан. И поэтому я бы прочитал эту фразу так, что Хатан, который, значит, жених, который живет в доме своего будущего взятия, его тоже побивают. Почему? Потому что, на самом деле, на протяжении вот этого периода, периода Ирусин, в общем, он может как раз вступить в половое отношение со своей невестой, что не совсем правильно, до Кедушин. Опять же, да, если Рава такой строгий, хотя здесь нет такого грубого нарушения, прям, да, поскольку Ирусин уже был и так далее. Но, тем не менее, коль скоро они пока еще не окончательно женаты, то можно было бы сказать, что за вот эту возможность, значит, его приводят ко мне. Почему Раша пишет, что это может привести его и тещу преступным привести, я не очень понимаю, почему, значит, тут именно теща является таким вот подозрительным субъектом, да, то есть непонятно, мне очень странно. Ну, Талмуд говорит нам следующее, собственно, из того, что дальше говорит Талмуд, можно понять, почему Раша говорит про тещу. Значит, там говорится так. Если он живет, то, да, его побивают, значит, этими ударами, приговаривают к ударам, к наказанию. А если он просто проходит рядом с их домом, то не наказание. Это может быть вопрос, или это может быть ответ, пояснение, то есть, да, то есть здесь переводчик ставит это как вопрос. Иногда и Рафшишит. А нам приводят случай. Это был случай с одним зятем, который прошел рядом с воротами дома родителей своей жены, и Рафшишит наказал его ударами. Хотя человек не жил в том доме. Есть ощущение такое, да, что вот этого хатана, понимают не как будущего мужа, а как уже окончательного мужа. Ну, это тоже вполне возможно, да, потому что у нас же тоже, например, есть слово невестка, да, то есть невестка, она невестка не только в тот момент, когда она невеста, но и как бы тогда, когда, значит, она просто, это ее название, да, что она невестка. Женя говорит, что, например, может, у тещи муж умер. Ну, может, потому что умер, где не сказано, что он умер, она может искуситься и совратить жениха, но так она может кого угодно совратить, но только жениха, а вообще любого, кто мимо проходит, здесь опасность в том, что он проходит, проходит мимо дома, а Рафшишит его наказал. Ну, на это ответ такой. Нам говорят, что на самом деле это был особый случай, его подозревали в связи с тещей, тогда совсем другое дело, а остальным ходить рядом с домом родителей и жены можно, но жить в нем запрещено. То есть вы видите, да, что комментарий Раши, он как бы нас вводит вот в такую сторону, что это действительно уже замужняя пара, и вот замужней паре просто в доме, не сказано в доме тещи, сказано в доме тестя, то есть ему запрещено жить в доме тестя. Написано Хамуа, не Хамтый. Хамтый и Хаматый – это его теща, а Хамуа – это его тесть. То есть ему запрещено жить в доме тестя, поэтому тещь, видимо, не умер. Но, тем не менее, значит, по комментарию Раши, согласно комментарию Раши, запрещено жить в доме, действительно, как перевел здесь переводчик, в доме родителей своей жены. Потому что это может привести к таким последствиям, согласно Раши, именно с тещей. Хотя, как я уже сказал, самый простой было бы сказать, что это действительно время между Иерусин и Кедушин и запрещает Раф, потому что порядок был, что до свадьбы – не-не. Но поскольку дальше говорится про вот этого проходящего мимо, что совсем уже странно, что же ему теперь и ходить нельзя, мимо их дома. Ну, Талмуд нас успокаивает, ходить можно, а тот парень, которого, значит, наказывал Рафшиш, это не просто парень, а парень, который подозреваем в каких-то отношениях с тещей, поэтому, собственно, он его наказал. А так ходить мимо можно, а вот жить нельзя. Интересно, а в гости прийти? Это даже не про идти мимо, а в гости прийти можно или нет. В общем, немножко странная история. Опять же, если основываться только на Талмуде, то у нас теща появляется только вот в этом последнем случае. И согласно этому последнему случаю, Раши переносит это и на предыдущий. Хотя в предыдущем случае никакая теща не появляется. Вот это то, что может привести его и тещу к преступной близости, это просто дополнение Раши, которого в Талмуде на самом деле нет. И можно было бы сказать, что это просто разные вещи. Но из-за того, что теща появляется в следующем случае, Раша решает объединить оба две эти истории и рассказать нам вот эту тяжелую историю про тещу, что есть подозрение, что, значит, зять может, если будет жить или ходить в гости к родителям жены, это приведет к каким-то нехорошим последствиям. Наверное, можно было бы сказать и про симметричную тогда ситуацию. Что будет, если наоборот девушка с женой придут к родителям мужа, там можно их подозревать уже теперь отца мужа в связи как раз с его невесткой и так далее. Ну, не знаю, то есть поскольку это все-таки некоторое отступление от нашей темы, хотя, может быть, если читать, как я предложил, это не совсем отступление, то есть это тоже про вот этот период между Иерусин и Кедушин, возможно. Ну, так или иначе, нам перечислили сейчас, что нам перечислили все те случаи, когда Раф приговаривал человека к приказанию к приказанию ударами. 39 ударов. Ну, и дальше нам говорится следующее. Дальше неожиданно нам говорится так. Негардэй Амрэй, мудрецы города Нэардея, говорили так. Бэкул гуло мангитрав, эла альдами кадешбиви я, бэло шидухи. Вэй икадэ Амрэй, афилу бэшидухи нами, мишум прецута. А вот мудрецы Нэардея, говорили, что нет, весь этот список на самом деле неправильный. Если уж и кого-то приговаривал он, то только он приговаривал того, кто совершает кедушин с помощью полового акта и без шидуха. Ну, предварительный разговор как здесь переведено. А некоторые даже говорят, что даже того, кто посвятил ее близости у них, был предварительный разговор, все равно Раф наказывает ударами, потому что мишум прецута, потому что это разврат или распущенность, как раньше было переведено слово прецут, распущенность, здесь перевели разврат, что по сути дела вот эта история с тем, чтобы с помощью полового акта посвящать женщину, это никуда не годится. Мы видим устражение нравов такое во времена Амараев. Сейчас я посмотрю еще, что Раша пишет по этому поводу. Ну, во всяком случае, есть такой комментарий, почему это называется развратом, потому что для того, чтобы посвятить женщину в помощь полового акта, ему нужно двух свидетелей, и тогда два свидетеля должны видеть этот самый половый акт, и тогда получается что-то наподобие группового секса, и поэтому Раф как бы говорит, что не годится. здесь здесь тоже можно сказать, что это своего рода развитие, развитие вот этой самой юридической системы, определение законов законодательных, потому что в принципе можно было бы считать, что посвящение с помощью полового акта не требует свидетелей, но правда мы могли бы сказать, а как же мы узнаем, они сказали, что было, не знаю, действительно, чтобы установить, приходится говорить о свидетелях, но возможно, что изначально это не предполагалось, то есть почему я говорю про такого рода изначальность, потому что есть законы, которые сформулированы в Талмуде, как бы в каком-то смысле независимо от исходя как бы из объективности, эту объективность мы выяснить не можем, но если она произошла, то все нормально, то есть мы не можем выяснить, например, был у них половой акт, их не было половой акта, но сформулирует закон, что половой акт делает их мужем и женой, я могу, половой акт делает их мужем и женой, ну тогда возникает юридический вопрос, хорошо, откуда мы узнаем, это уже другое дело, тогда два свидетеля и так далее, и тогда по сути дела возникает механизм проверки, но изначально и в Торе, и в Талмуде мы встречаем такого рода формулировки, эти формулировки, они показываются говорящими об объективной картине без относительно того вопроса, а как мы эту объективную картину узнаем, как бы мы ее не узнали, возможно, это сложно, невозможно и так далее, но тем не менее объективная картина является определяющей, естественно, что так не может работать юридическая система, и поэтому, собственно говоря, появляются вот эти дополнительные механизмы прояснения этой самой объективной картины, и по сути дела, на самом деле меняется их закон, то есть вот, например, здесь мы можем говорить вот такого рода изменения, то есть я мог бы сказать, если у него плавает, а не у женой, дальше задаю вопрос, а как же мы проверим, ну нужно, а свидетели пришли, а свидетели, ну хорошо, так что же это такое, это же какая-то ерунда, у меня человек совершает плавой акт в присутствии двух свидетелей, нехорошо, нехорошо, ну вот, здесь примерно так, как бы произошло это, может быть, здесь, видите, переводчик не привел, я не могу действительно найти, где я вижу этот, это софот, этот комментарий про свидетелей о Ураше действительно не вижу, поэтому это не обязательно, конечно, говорить о том, что развращенность, она связывает с ничем свидетелей, можно сказать, что просто это нехорошо, да, то есть нехорошо таким образом женится, говорит Раф, и реформирует, реформирует, собственно говоря, законодательство Мишни. Ну хорошо, здесь следующий случай, да, то есть это было отступление относительно вот этой реформы, проведенной Равом, а в принципе сам случай был про человека, который с помощью веточки попытался посвятить себя женщинам, и приводится еще один случай, случай Гау Гавра Декадиш Бецепита Де Аса, который посвятил женщину Гау Гавре некую ценовку, которая сплетена вот из этих веточек мирта. Ну что за ценовка, что одна веточка, в общем, более-менее. ему говорят, что нету там, она не стоит пруты, и поэтому не годится. Он говорит, что пусть она будет мне посвящена при помощи четырех динаров или зузов, которые внутри этой ценовки, то есть эта ценовка еще в нее зашита четыре динара. И она берет эту ценовку и молчит. Шкалта вы иштика. Взяла и промолчала. То есть мы могли бы сказать, что это еще один случай попытки совершить посвящение при помощи чего-то, что не стоит пруту. И это все та же тема. Но вы видите, что эта тема имеет разные ответвление. Первые три случая это про негативную сторону кедушин. Второй вот этот случай это про реформу, по сути дела, которая на основе этого случая или в том числе относящаяся к этому случаю провел Краф. И сейчас третий случай, где проверяется тоже нечто иное. важно не то, что он пытался посвятить с помощью вещи, которые меньше проте стоят. Там на самом деле были эти четыре динара или четыре зуза. А теперь обращается внимание на то, каким образом она себя повела. Она взяла и промолчала. Ну, и теперь возникает вопрос, что же делать? То есть это вроде с одной стороны вещь, которая не стоила ничего, а с другой стороны ну, казалось бы, ответ очевидный, да, он сразу мог бы сказать, что я ей давал в общем ценовку с вшитыми четырьмя динарами, поэтому там было больше. Но он так не сказал. Он сначала дал ценовку, а потом говорит, что пусть она будет посвящена с помощью тех динаров, которые были вшиты. И возникает вопрос, должна ли женщина выразить дополнительно согласие. Опять же, вопрос довольно странный, если уж она ценовку взяла, которая стоит меньше. Теперь, когда оказывается, что там еще есть четыре динара, то тем более, и тем не менее, она взяла и прополчала. И вот это ее молчание, оно и вызывает вопрос. Ама Рава, гава штикута для харма тан маот, выхоль штикута для харма тан маот лав клунги. И Рава говорит, что она промолчала после того, как он дал эти самые монетки. А любое молчание после давания монеток ничего не значит. У нас поговорка молчание знак согласия, а здесь на самом деле молчание знак не согласия. Давайте прочитаем, что нам пишет комментатор в смысле Раши. В нашем случае, взяв дешевую вещь, из его рук она понимала, что не посвящена, а после того, как услышала, что внутри лежат деньги, смолчала, что не говорит о согласии, поскольку вначале не получила эти деньги в качестве кедуши. Вот такая вот странная на ворот. Вообще-то говоря, такого рода аргумент, мы могли бы говорить про все остальные случаи. Если женщина, как правило, не соглашается беря дешевую вещь, то не о чем говорить. Правда же? То есть не было бы всех предыдущих вопросов, не было бы сомнений относительно того, есть кедушин, нет кедушин, дал финик или дал тряпки или камушек дал, она взяла, если она взяла и, как здесь сказано, понимала, что не посвящена, значит, тогда не было никакого посвящения, потому что ее согласие это точно нужно. В общем, это как бы странное замечание, которое действительно Раши пишет на самом деле Раши немножко не так пишет, то есть вот это она понимала, что не посвящена, у Раши нет и правильно, что нет. Дело не в том, что она понимала, что не посвящена, она приняла эту самую ценовку и, видимо, была согласна относительно ценовки. Это один вопрос, а после этого, когда выясняется, что есть там еще и какие-то деньги, она должна как бы заново провозгласить свое согласие. Поскольку она промолчала, то мы сомневаемся, согласна она линия. Мы с этим уже сталкивались многократно, но кто мешает нам спросить у него, как ты согласна или не согласна, но опять же, это разбор формального, формальной процедуры, где я не могу обратиться или не хочу обращаться к действующим субъектам, а пытаюсь сформулировать закон, независимо независимо от этого. Ну хорошо, сейчас мы по сути дела переходим к вот этому правилу, что молчание после передачи денег ничего не значит. Амарава, мана амина ладитане, откуда мы это знаем? Вот из Барайты. Амарла, канси села зубы пикадон, вихвазар вэ амарла, гидкатши либо, бишаат матан маот, мекудешит, леахар матан маот, радста мекудешит, лорадста ина мекудешит. Вот нам приводит Рава Барайту. Откуда я ему узнаю, что если женщина после того, как она приняла деньги, смолчала, то это ничего не значит. Это не означает согласие. То есть молчание знак не согласен. Он говорит, вот у нас есть Барайта. Барайта такая. Человек говорит, возьми селу, то есть некую монету в качестве залога. на хранение пикадон залог. А потом добавил и стань мне женой посредством вот этого посредством этой монеты. То ли он сменил функцию этих монет, то ли нет. То есть он говорит, передумал. Скорее всего передумал, потому что иначе как бы что и пикадон пусть будет и еще и будь мне женой за счет того, что ты получил эти деньги. и все вот эти слова он произнес, если он произнес во время вручения денег, то он и кудышит. То есть получается так, он говорит, вот тебе деньги на хранение, 100 долларов дайте на хранение, а потом говорит, не, 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 а деньги еще у него в руке, не, знаешь, давай, будь мне женой лучше, а деньги еще у него в руки, она берет эти деньги после того, как он сказал, да, во время передачи денег и тогда она посвящена, потому что она взяла их, а если бы они были произнесены после, то есть он уже дал эти 100, вот тебе 100 долларов на хранение, потом дальше он уже собрался уходить, деньги уже у нее, он вернулся и говорит, ты знаешь, вот те деньги, которые я тебе дал в качестве залога, давай ты будешь посредством этих денег мне посвящена, и тогда Барайта говорит, ратстам и кудешит, лоратстай нам и кудешит, то есть захотела, то посвящена, не захотела, не посвящена, но на самом деле захотела, не посвящена, это везде, непонятно, что собственно говоря Барайта хотела сказать, и поэтому ее нужно пояснить, и она поясняет Барайта, что значит хотеть, хотела или не хотела, или может быть ты скажешь если ты скажешь, что имеется ввиду, что если она сказала да, хотела, не хотела, мы не знаем, у нас нужно проявление этого желания, если она сказала да, ты может быть хочешь сказать, значит хотелось, если сказала нет, значит не хотела, так невозможно прочесть, потому что тогда у нас в самом начале что, в самом начале у нас говорится, что когда она говорит нет, тогда это тоже некий душин, начало барайта, и нам сообщает, если она сказала нет, то это тоже кедушин, не очень понятно, нам говорится, что значит эта девушка, как мы проверим то, что она согласна или не согласна, я могу сказать, ну согласна или не согласна, должна сказать да или нет, но у нас ведь есть начало, в начале говорится, что если он дает во время вручения денег, это начало, то есть когда у нас два случая, давайте еще раз, первый случай, он держит 100 долларов, говорит, и вот тебе залог, потом говорит, ай нет, давай будешь мне женой, она говорит, ок, но нигде не сказано в барате, что она говорит, то есть нигде не сказано, что она должна что-то сказать, а во втором случае, после вручения денег, нам говорится, что если хочет, то есть он уже дал ей деньги, а потом вернулся, говорит, слушай, вот те деньги, которые я тебе дал, давай-ка ты будешь мне посвящена в жены. И нам теперь говорится, что если она захотела, да, а не захотела, нет, а вот захотела, да, не захотела, нет, она Она относится и к началу, и тоже. То есть тогда получается, что она должна была и в начале тоже сказать «да» или «нет». Но про начало ничего не сказано. И если про начало ничего не сказано, а про концовку именно сказано, то тогда сложно понимать, что в конце она говорит «да» или «нет». Потому что надо было это требовать и в начале тоже. И таким образом мы доказываем, что Почему в начале ничего не сказано? Потому что если она согласна, она говорит «да». А если она не согласна, то она молчит. И тогда получается, что молчание ее является знаком несогласия. Ну вот еще раз можно прочитать, что нам пишет переводчик. Такой вывод строится на том, что в начале Борайты нет деления на две ситуации «захотела» и «не захотела». То есть она посвящена независимо от ее желания. Ведь в начале так сказано. Сказал ей Кедужин, во время вручения денег она посвящена. И там нет обусловленности тем «захотела» или «не захотела». Но мы знаем, что без согласия с женщинами это невозможно, поскольку там ничего не сказано. Значит, ее согласие, она должна была выразить словом «да». А несогласие, по-видимому, необязательно провозглашать. И поскольку несогласие необязательно провозглашать, то молчание является знаком несогласия. Вот такое доказательство. Но хорошо, это не все еще. То есть отсюда мы видим, что молчание после передачи денег, после того, как уже деньги были переданы, является несогласием. И нам теперь приводится трудность. Трудность, которую вот это доказательство. Доказательство действительно, ну так себе. Но с другой стороны, действительно, Барайту очень сложно прочитать. То есть у нас есть первый случай, когда не требуется от нее согласие-несогласие. Второй случай, когда говорится о согласии-несогласии, в чем должно быть это выражение, не очень понятно. И вот, значит, мудрецы из Пум-Нэ-Ары, со слов Рав-Гулны, сына Равы-Яшуи, ставят некую трудность. Они говорят, что молчание в случае постановления Равы не похоже на то молчание, о котором говорится в Барайте. А молчание, про которое говорил Рава, оно какое? Это вот с теми самыми подстилкой, в которой находятся четыре динара или четыре зуза. А в случае с Пикадоном он вроде бы как другой. И вот нам говорят, что Гатан Бетурат Пикадон, Ягвина Ниглый, он вручил ей в качестве Пикадона. И она, приняв Пикадон, она взяла себя обязательно хранить. А когда он сказал, будь посредством этого Пикадона мне женой, она подумала, и Шаддин Алигу, Умит Берре, если я брошу эти деньги, они пропадут, разобьются буквально, деньги могли разбиться. Михайвы Бегуту, я должна буду платить. И поэтому она смолчала и не бросила. Потому что там это вроде бы она уже взяла на себя без заходов. Вот тебе сто долларов на хранение. Все, она взяла на хранение. Взяла на хранение. Потом он вернулся, говорит, нет, слушай, вот те деньги, которые я тебе дал, давай ты за счет этих денег будешь мне женой. Вот она могла бы сказать, шел бы он отсюда и бросить эти деньги ему в лицо, например. Непонятно, зачем бросать, можно же просто сказать, нет, не хочу. Но здесь как бы Талман говорит о том, что она могла бы себя так повести, но она так себя не повела. Почему? Потому что это уже ее ответственность. То есть она уже взяла себе на хранение эти деньги. А здесь, когда в случае с ценовкой, он изначально вручал их в качестве кедушин, то есть он вроде бы эту ценовку ей вручал в качестве вот этого кедушин. И сказал, и та Делонихан, если бы она не хотела, когда он сказал, что посвящена, то Лиждингу надо было ей бросить. Почему бросить? Непонятно, почему не сказать, нет, но хорошо бросить. Могла бы бросить, потому что она за эти деньги ответственность несет. Раз она не бросила, то значит она все-таки согласилась на кедушин. То есть нам говорят следующее, что молчание, знак несогласия, действительно в случае с залогом работает, а в случае с ценовкой, в которой были четыре ЗУЗа, не работает. Нельзя сравнивать одно с другим. Но и здесь тоже не все так просто. Ну а теперь, значит, нам говорят, Парих Рафахай. Рафахай возражает. Атукулгу нашей Дина Гмиры. Неожиданное возражение. Он говорит, а что, разве все женщины знают закон? То есть мы сейчас, говорит он, Рафахай рассуждаем так, как будто женщина знает закон, и она понимает, когда ей можно бросать, когда ей нельзя бросать. То есть она понимает, что Пикадону несет ответственность какую-то и так далее. Га ханами свара. Я мог бы сказать, если она учила закон, то она и здесь могла бы подумать. И шади нуля. У Митбера, если оброшу эти деньги, которые в ценовке, они пропадут. Почему они пропадут? Непонятно. Еще раз говорю, что написано разобьются. Митбера это нишбыру. То есть разобьются деньги. Как деньги могут разбиться, мы с трудом понимаем, но, наверное, могут. То есть если вы не обняли. Такой слиточек небольшой, правда, он сказал там зузы. Зузы это монетки. Монетки разбиться не могут. Непонятно, почему здесь употреблено слово Митберы. Ну, переводчик, чтобы мы не нервничали, пишут, пропадут. Ну, смотря куда бросить, конечно. Если она бросит там с обрыва в реку, то могут и пропасть. Я буду обязан за них ответить. То есть нельзя сказать, что она не бросила ценовку. То, что она не бросила, является соглашением на Кедушину. Она просто не хотела нести ответственность за чужие деньги, вот поэтому и не бросила. Вы видите, что у нас возникает какая-то невероятно сложная, невероятно сложная история с вот этой самой ценовкой с деньгами. и с тем, как мы расцениваем молчание женщины, которая принимает то, что ей предлагается в качестве предмета, с помощью которого, предмет или денег, с помощью которого она должна быть посвящена. здесь сложные выяснения вот этих обстоятельств. То есть у нас молчало, молчание – это знак несогласия, или она должна была бросить вместо того, чтобы просто сказать «не хочу», то есть можно сказать «не его родца». Есть такая возможность, нам же предлагали. Если сказала «да», «да», сказала «нет», «нет». Но такая интерпретация не прошла в силу языка барайта. Барайта так сформулирована, что первая часть ее не требует вот этого проявления желания или нежелания. Хотя мы знаем подспудно, что без желания женщины все равно кедушин не работает. То есть, по сути дела, в итоге, весь этот сыр-бор, который мы сейчас читаем, он связан с тем, каким образом мы можем определить, не спрашивая женщину об этом, каким образом мы можем определить правило, по которому определяется ее согласие или несогласие на кедушин. Вот, собственно говоря, вопрос, который сейчас обсуждается. Но он не закончен. После этого шалхарафаха барава ликамиды рави набегай и послал рафаха барав вопрос к равине. И что в этом случае говорит закон? Установлен ли закон по мнению равы, который сказал, что молчание после вручения денег не считается согласен. Или он идет в согласии с мнением рава Уны, сына рава Яшу, который привел трудность на барай туда и сказал ему, что она нормально. Историю с Пикадоном нельзя проецировать на это. Если она взяла с ценовкой, то это деньги с ценовкой, то все нормально. И что? Ана лошамела гады равгуна бры и ды рав Яшуа. И ответил ему, я ничего такого про эту трудность рава Гуны со слов раба Яшуа я не слышал. Атун дешамеле ухушу. А вы, которые ее слышали, должны это учесть. Такой довольно хитрый хитрый ответ. То есть он говорит, мы здесь. Равина говорит, Равина это уже эпоха конца собственно говоря, завершения Талмуда. Равина и Рафаши являются согласно традиции редактором Вавилонского Талмуда. И мы, видите, Раф это один из ранних поколений на Рафаши, который придумал наказывать ударами тех, кто ведет себя неподобающим образом. То есть провел реформу системы заключения брака. А Равина это уже последнее по сути поколение. И вот Равина отвечает Рабиахи Баржаву. Он ему отвечает так, что мы ничего не знаем про это возражение. Возражение видимо серьезное, но мы про него ничего не слышали. Я и слушать не хочу. А вы там у себя давайте сомневайтесь. Вы должны учесть это мнение и постановить, что поскольку женщина не бросила деньги, полученные в качестве души вместе с ценовкой. Возможно это говорит о классе. Поэтому обязаны взять у него гет, если захочет выйти за другого. То есть здесь имеется ввиду, что вот он вручил ей ценовку, сказал ей будь моей женой, дедушин. Ему люди или судьи, или те, кто сидел рядом, не знаю, кто ему сказал, так это ценовка, она не стоит пруту. Он говорит, ну пусть, ну пусть она будет мне женой за счет тех денег, которые вшиты в эту ценовку. И женщина ничего не сказала, ничего не сделала, не бросила ценовку, не сказала ничего, промолчала. И вот у нас дилемма, она является замужней или не является замужней. Рава говорит, что Рава говорит, вас еще надо не перепутать, есть Рав, есть Рава, похожая очень Равина, все-все от одного города. Рава говорит, что молчание знак несогласия, и приводит Барайту с вот этим залогом, как доказательство того, что это знак несогласия. А есть мнение Рава Гун и сына Рав Яшуа, что на самом деле это два разных случая, нельзя их сравнивать. Одно дело залог, другое дело шитая ценовка, которая изначально давалась как предмет, с помощью которого должно произвести посвящение. А в случае с залогом сначала деньги давались в качестве одной функции, а потом он решил изменить функцию, поэтому эти два случая сравнивать нельзя. Но его ответ, конечно, интересный, он говорит, мы ничего про это не слышали, а вы давайте решайте. А мы, значит, будем решать согласно Раве, который говорил, что молчание знак несогласия. Почему таким образом Равина ответил, тоже, конечно, отдельный вопрос, и выглядит это как какая-то издевка или ирония какая-то, да, то есть и что получается, что у Равины будет один закон, а у того, кто его спросил, другой закон, у вас там. Илья спрашивает, то есть Равина фактически себя вписал в Талмуд. Ну, да, фактически вписал себя в Талмуд, да, участник многих диалогов и редактор заодно. Талмуда такое бывает. Ну, хорошо, здесь возможно мы здесь остановимся сегодня, потому что дальше идут еще целый ряд случаев, но они уже совсем пограничные, да, то есть, я прочитаю самое начало. Га-и-и-та де-га-га-ка мизбина вар-ши-хи. Вот женщина, которая торговала какими-то ленточками. Здесь переведено шелковые пояса, возможно. Ата-га-гу-гава хатов вар-ши-хамина амрале гава-ни-гли. Он выхватил у нее одну из ленточек. Она ему говорит, ну-ка, верни мне, отдай. Он ей сказал, хорошо, отдам. И я, я тебе отдам, но будь мне женой, я хочу тебя посвятить, пусть мне посвящена. Шекальтова Иштика она взяла и смолчала. Здесь уже совсем какая-то, да, понятно, что происходит, да, у нас тема взяла и смолчала, это на согласие, не согласие, но здесь, собственно говоря, у нас происходит, что он ее посвящает тем, что является ее, да, то есть он выхватил, значит, это не его, то есть, ну, в общем, какие-то рассматриваются случаи, которые являются достаточно криминальными, мы их, видимо, оставим на следующий раз. А у вас, если есть вопросы по тому, что мы вот прочитали сегодня, то давайте, вот Илья, да, Илья. Да, спасибо. Честно говоря, тяжело было, поэтому в некоторые моменты даже терял какую-то нить, но вот по последнему фрагменту про Равину, просто он очень как-то бросился мне в глаза, то есть, редактор Талмуда отвечает сквозь века Раву про, я сейчас не помню, как зовут, Раби Уну, да, мы про него ничего не слышали, при этом он сам составляет Талмуд и фактически сам вписывает эту барайту, да, то есть, это напоминает разговор Путина с Шевчуком, когда вас, простите, как зовут, то есть, как бы, с одной стороны издевка, с другой стороны некое, как бы, поднятие себя за счет того, что мы ваши истории не знаем, а вы там, вот, пожалуйста, поступайте, как он сказал, вот, то есть, ощущение, это даже не вопрос у меня, а скорее, как предположение, как это считывается, как будто немножко злоупотребление служебным положением, то есть, редактор может немного себя поднять, во-первых, приравнивать, ну, как бы, ведя диалог сквозь века с более ранними мудрецами. Не, он не сквозь века, там есть конкретный человек, который ему посылает вопрос, смотри, что делать, конкретный человек, его современник, это не сквозь века. А, я думал, это другой рабик. Не, 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 это его современник, посылает ему вопрос, смотри, вот у нас такая вот барайта, что-то у нас тут не складывается, то-се, а он ему говорит, ну, хорошо, это у вас такая барайта, значит, у вас, да, вы давайте, ну, примите ее в рассмотрение, а вот у нас такой традиции нет, такой барайты мы не знаем, и... А, все, я не уловил, я думал, здесь как раз прием такой, что он как бы... Ну, и здесь поднятия здесь тоже никакого нет, да, то есть, это о чем может говорить? Это может говорить о том, что раввина, независимо от того, редактован или нет, да, то есть, допустимо ли, это отдельный вопрос, допустимо ли разногласия относительно нюансов закона, или у нас закон должен быть совершенно унифицирован. Это вопрос общий для еврейской традиции, да, вот сегодня у нас сефарды, значит, так себя ведут на Песах, а ашкеназы ведут себя по-другому. В одной общине один обычай, в другой общине другой обычай. И относительно вот этого разнообразия споры ведут давно. Возможно, что вот этот кусочек, который мы сейчас прочитали, это, собственно говоря, свидетельство того, что раввина полагал, что в каком-то смысле некоторые нюансы законов, они зависят от местного контекста. То есть у вас есть река, а у нас нет реки, поэтому у вас одно, а у нас немножко по-другому. И как бы типа ничего страшного в этом нет. То есть он мог бы, например, сказать, что поскольку ты мне сейчас эту барайту рассказал, я тоже буду принимать ее во внимание. Но он говорит, нет, мы не слышали, то есть мои учителя мне это не передавали. Поскольку ты не мой учитель, то я не могу от тебя принять эту традицию. И тогда получается, что у меня параллельно возникают вот эти две традиции. Один, значит, говорит, я следую этому, а другой говорит, а я следую этому. Например, когда Маймонит составляет Мишна Тора в 12 веке, одно из возражений состояло именно в этом, что он унифицирует, он пытается унифицировать закон, а у нас свои нюансы у каждого. То есть мы вот такие шапочки носим. Тут вопрос, он как бы уже в сторону строгой Аллахи идет, либо тот факт, что он говорит, что в каждом регионе возможны свои особенности, это тоже, собственно, и есть часть закона. То есть закон в том, что надо каждый раз смотреть на индивидуальный случай. Ну да, да. Или наоборот. Или делать плоским дискурс и говоря, что вот закон здесь так, а здесь так, что как бы вот всю нашу дискуссию опускает. Ну это не опускает, это просто вопрос подхода. То есть я могу сказать, что мы должны создать универсальный закон, который бы действовал во всех еврейских общинах одинаково. И такого рода мнения у нас есть, особенно поначалу. То есть если мы говорим про эпоху Танаев, то понятно, что там есть споры раби там Иошо и Рабана Гамлеэля. Рабан Гамлеэль пытался установить универсальный закон, чтобы все было одинаково. Не принимая каких-то альтернативных вариантов. Боясь раскола. Аравина, видимо, уже не боится раскола. По крайней мере. Так это выглядит. Спасибо. Не считает, что здесь большая проблема. Получается, что закон может быть многообразный. Ну что, прощаемся до следующего вторника. Нет вопросов больше. Сегодня был действительно довольно сложный кусочек. Я надеюсь, что мы хотя бы логику его поняли. Сама по себе эта дискуссия, она действительно выглядит достаточно странно, когда мы пытаемся определить мнение согласия или несогласия женщины по каким-то косвенным фактам. При том, что, например, слова тех, кто говорит этому человеку, который с ценовкой, что она не стоит пруту, мы принимаем только внимание, кто это говорит. То есть, кто-то все-таки каким-то образом участвует в этом. Вот он передает, ему говорит, подожди, так что же ты даешь. Но если у нас есть такой разговор, то почему не продолжить? Почему не спросить у женщин, а ты как на это смотришь, если он тебя дает? Ну, это, как я уже много раз говорил, такая характерная черта рассуждения мудрецов Талмуда, когда какие-то вещи, связанные с субъектом того или иного закона, остаются непроясненными и есть попытка определить их по каким-то внешним признакам. Ну, вот здесь было то же самое. Мы в следующий раз дочитаем еще несколько, прочитаем несколько историй еще более радикальных и потом попробуем все это вместе осмыслить. может быть это такое, что, допустим, почему она молчит, я вот так подумала, потому что, допустим, родители хотят ее отдать замуж и она не хочет. Жень, здесь нет вопроса, почему она молчит. Никто не спрашивает, почему она молчит. Ну, это я тебе сама задаю этот вопрос. Да, но здесь нет смысла объяснять, почему она молчит. То есть занимает вопрос, вот что означало ее молчание, а не почему она молчит. Хорошо, спасибо. Было интересно. Ну, до следующей, до следующей, до следующего вторника. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Пока.